МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Москве прошла выставка «Северный Кавказ. Семь историй», где были представлены работы молодых фотографов из семи регионов Северного Кавказа. Нашу республику представлял молодой фотохудожник Ренат Урусов. Он показал серию работ, показывающих путь воина-героя. Об участии в выставке и планах на будущее он расскажет в эти минуты в нашей утренней гостиной моей соведущей Белли Джозаевой. Доброе утро всем. Доброе утро, Ренат. Я благодарю тебя за то, что ты нашел время и пришел сегодня к нам в гости. Ренат, мы знаем, что в Москве прошла интересная выставка под названием «Северный Кавказ. Семь историй», где были представлены работы семи молодых художников из всех регионов Северного Кавказа. Как ты оказался в этом списке? Доброе утро, Белла. Ну, да, действительно, был. Он и сейчас, в принципе, этот проект продолжается. Стартовал в Москве. Недавно была еще выставка и в Омске. Я оказался, ну, для меня это было приятной неожиданностью, можно так сказать, потому что, ну, я не ожидал, что я попаду и даже не знал, что будет такой проект. Просто мне в один момент прислали на электронную почту письмо, где было приглашение поучаствовать в этом конкурсе. Еще тогда названия не было, только-только собирались работы. И я отправил несколько работ своих. Ну, если говорить о твоих работах, представленных вот на этой выставке, насколько я знаю этот риптих, который рассказывает о пути воина-горца, да? Вот если можно поподробнее, что за работы ты представил? Ну, да, это основные работы, которые были под прицелом, так скажем. Эти работы были сделаны в рамках фестиваля «Два крыла», который проходил у нас в прошлом году на территории Карачаева-Черкесии, на Медовых водопадах, туристический комплекс. И в рамках этого проекта мы проводили мастер-класс. Из Москвы приезжал очень знаменитый фотохудожник Татьяна Кишельгов, которая, собственно, и была организатором этого мастер-класса. Также туда были подкреплены и дизайнеры, и костюмеры, и визажисты, то есть целая группа моделей. И мы проводили эту фотосъемку на склоне Пермамута. И, конечно, я бы хотела у тебя спросить, в какой технике ты предпочитаешь работать? Это художественная фотография? Да, это художественная фотография. Но в основном я снимаю пейзажи. Я веду и паблики, есть у меня страницы и в Инстаграме, и в социальных сетях. То есть в основном мой зритель, он видит пейзажи. Но бывает и так, что я перехожу на художественную фотографию, мне она очень интересна, хотя, конечно, она ей более сложна, если так посмотреть, потому что очень много компонентов. Ну что ж, Ренат, я еще раз тебя поздравляю с участием в этой выставке. И, конечно, мне остается пожелать тебе творческих успехов. Спасибо тебе. Спасибо огромное. Спасибо, что пригласили. Всем доброго утра. Спасибо. На этом утренний блок вестей завершен. Следующий выпуск в 11.45 с Ашемьезом Пхешховым. Удачного дня и встретимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова